Конкурс на лучшее новогоднее оформление уже стал доброй традицией. Третий год подряд инициативные и креативные ленинцы отмечаются за вклад в создание уюта и праздника в своем районе. Заметен рост желающих проявить творческий подход к делу, максимально облагородить территории, нести индивидуальные штрихи в украшении зданий, предприятий и частных домов. Еще в 2014-м на конкурс были представлены 32 субъекта хозяйствования и домовладения. В 2015-м число участников составило 42. Как и прежде, выбрать лучших организаторы предложили самим горожанам посредством интернет-голосования. Мы подводили номинации среди учреждений образования, это отдельно. Среди промышленных предприятий у нас тоже есть победители, это отдельно. Среди домовладений тоже. То есть мы постарались как-то развести учреждения образования или бюджетную сферу, субъекты хозяйствования, которые совсем другие денежные средства могут направить на новогоднее оформление. Ну и соответственно, и просто домовладения, люди, которые сами дома украсили, это отдельная номинация, которую мы обязаны были поощрить. Более 8 тысяч независимых судей оставили голоса за самые яркие новогодние решения. Мнение большинства горожан определило обладателей первого места. Победителями в этом году стали средняя школа номер 33, предприятие Брестский мясокомбинат, Брестский филиал почтовой связи Белпочта, а также Брестводоканал. В номинации лучшие новогодние оформления частного подворья. Лидерами были признаны семья Лепеха. Первое место – высокая оценка для участников, отличный бонус и стимул в дальнейшем принимать активное участие в благораживании территории. Судя по всему, многие из конкурсантов и на этом не планируют останавливаться. Создавая праздник себе, они создавали настроение жителям города, а это вдвойне приятно. Когда в предновогодние праздники гуляешь по Бресту, проезжаешь по Бресту, очень приятно посмотреть на красоту нашего города. И понимаете, вот, как говорится, в душе появляется определенная теплота и радость, гордость за наш город, потому что он все-таки красив. Я считаю, что то, что мы сделали при подготовке или в участии в этом конкурсе является маленькой, но все-таки рептой в украшении нашей жизни. Мы всегда стремимся быть лучшими, поэтому мы двигаемся вперед. Нам захотелось и в этом году победить, так как мы лидировали в прошлом. И было приятно на душе не только нам, семье, но и я считаю, что было людям, которые проезжают мимо в автобусах, маршрутках, те же, скажем так, водители-дальнобойщики, которые проезжают мимо дома, им было приятно посмотреть. Особой благодарности от администрации Ленинского района города Бреста. За установку елок в микрорайонах были удостойны предприятия Брестский мясокомбинат, Полесье Жилстрой, ЦУМ, Брестское отделение Белорусской железной дороги, Горсвет и многие другие, кто попытался создать уют и праздничное настроение с помощью ярко украшенной главной героини Нового года. Вклад каждого в общем деле был оценен по достоинству и нет никаких сомнений в том, что горожане будут с таким же трепетом и любовью готовиться к такому долгожданному празднику, как Новый год.